Привет, друзья! Сегодня хочу познакомить вас с рецептом очень вкусной скумбрии, приготовленной по-корейски, с замечательным горячим блюдом, который можно предложить на праздничный ужин своим гостям. Это один из вариантов приготовления скумбрии в остром соусе и жареной на пергаментной бумаге, что делает ее очень сочной и нежной. Делаем соус для рыбы. Кладем в соевый соус острую соевую пасту, но можно заменить его кетчупом. Красный молотый перец, мед, немного черного перца, свежий имбирь, чеснок. Все это мы перемешаем хорошенько. Этого соуса достаточно для двух рыб. Берем филе рыбы. Я его разрезала наполовину и убрала крупные кости. Обмакиваем рыбу бумажной салфеткой, чтобы убрать ненужную влагу. Затем подготовим муку для валивания рыбы. И обваляем рыбу с двух сторон. Стараемся делать не толстый слой муки. Лишнюю муку втряхиваем. В разогретую чистую сковороду кладем подготовленную бумагу. Я использую бумагу для выпечки. Нальем немного растительного масла, буквально немножко. И кладем туда рыбу. Накройте ее бумагой, чтобы избежать разбрызгивания масла. Таким способом мы избегаем прилипания рыбы к сковородке. И что удобно, не нужно потом обмывать сковородку и газ плиту после жарки рыбы. Подрумянившую рыбу обмазываем слегка соусом, но немного. Только для того, чтобы рыба пропиталась соусом, но не обгорела. Так как соус быстро горит, жарить нужно на небольшом огне. И обжаривала буквально минуту, только для того, чтобы кумбрия полностью пропиталась этим острым маринадом. Аромат рыбы просто невероятный. И готовилась она всего несколько минут. Готовую рыбу вытаскиваем. И просто убираем бумагу. Теперь готовую скумбрию обмажем соусом, чтобы немного освежить острый пряный вкус рыбы. И в дополнение посыпем зеленым луком и семенами кунжута. Готовить по-корейски можно разные виды рыб. Это любая красная рыба, минтай или хек. Скумбрия в таком варианте только выигрывает. Так как ее к специфическому вкусу гармонично прибавляются пряные смеси. К тому же ее строение позволяет не заморачиваться на кости при ее поедании. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. Пока-пока!